Еще в античные времена люди осознали, насколько ценна историческая память. Греки и римляне строили храмы искусства, где хранили лучшие произведения скульпторов и художников обширные собрания рукописей. Первые публичные музеи появляются в XVIII веке в Европе, в Лондоне и Париже. В это же время они открываются во Флоренции, Ватикане, Вене, Дрездене и Санкт-Петербурге. Изысканные коллекции искусства хранились и в древних храмах Китая и Японии. Музеи мира стали нитью, связующий многие поколения, тем перекрестком, где встречаются эпохи, цивилизации и народы. Музей – древнейший институт человечества. Он развивался, словно ребенок, который учится творить. Например, музеология утверждает, что петроглифы на скалах и есть самый первый музей. Почему? Потому что они выполняли коммуникативную функцию. Это первые информационные тексты. Сейчас современному исследователю, глядя на эти скалы, трудно понять, как взаимодействовали между собой разные племенные союзы. Возможно, с помощью этих знаков они передавали друг другу сообщения. Это первая функция. Вторая – отображать и сохранять значимые события в жизни того или иного племени. Поэтому каменописные памятники – это первые музеи древности. В Казахстане старейшим музеем по праву считается Центральный государственный музей республики, который находится в Алматы. Его история началась в Оренбурге со сложения фондовой коллекции в 30-х годах 19 века. Образовался он в 1831 году в городе Оренбурге при Неплюйском и Ткадетском корпусе. Основательным инициатором данного музея был военный губернатор Сухтелинов. И он назывался музеем Оренбургского края. Граф Павел Петрович Сухтелин, генерал-адъютант, губернатор Оренбурга, член Английского Королевского географического общества, был образованным человеком, собирателем древности. По его замыслу музей должен был вмещать в себя все произведения Оренбургского края, в особенности коллекции одежды, оружия, домашнего быта и промышленности разных народов. В 1872 году данный музей посетил Александр Сергеевич Пушкин, Владимир Даль, составитель толкового словаря, приложил немало усилий. Но впоследствии музей пополнялся артефактами и экспонентами Семиричинского краеведческого музея. Языковед Владимир Даль, составитель толкового словаря русского языка, 8 лет служил в Оренбурге чиновником по особым поручениям при военном губернаторе Василии Перовском. Он сыграл большую роль в создании местного музея природы, куда были определены и экспонаты музея древностей Сухтелина. В создании Оренбургской коллекции приняли участие представители казахской знати. В 1827 году Жангир Хан, человек широкого Кургозора, просветитель, открыл собственную оружейную палату, в которой были собраны образцы казахского оружия, одежды, предметов домашнего обихода. Позже они были переданы музею Пренеплюевском военном училище. После упразднения генерал-губернаторства коллекции ценных артефактов оказались бесхозными. Но в 1897 году восстановлением музея занялась Оренбургская ученая архивная комиссия. Музей стал называться археологическим. После Октябрьской революции Оренбург становится столицей Киргизской автономной республики. Так называлась территория Казахстана до 1925 года. Еще в 1921 году собрание древности Оренбургского музея было разделено. Часть осталась в фондах российского музея, часть была передана новому казахскому краеведческому музею. Это экспонаты по истории и природе Казахстана, архивные документы, библиотека с фондом 7356 книг. Среди исторических ценностей – камзол хан Шефатимы, супруги Жангирхана, доспехи Айшуак хана и личное оружие самого Жангирхана. Еще один предмет, который находится тоже из Оренбургской ученой комиссии, приехал из Оренбурга – это серебряная чаша с позолотой, в центре которой сидит правитель, хан, и по краю тоже имеется надпись. Все эти предметы изучаются сотрудниками, вводятся в каталог. Кроме этого, вот эти древние надписи, они читаются. На одной из чаш есть сагдийская надпись. И в настоящее время ученым из Петербурга Павлом Лурье ведется исследование, и он как раз расшифровывает эту надпись. В 1929 году столицей Казахской автономной социалистической республики становится город Алма-Ата. Казахский центральный краеведческий музей объединяется с Семереченским, что становится точкой отсчета окончательного сложения Центрального государственного музея. Коллекцию разместили в Свято-Вознесенском кафедральном соборе, спроектированном в начале XX века московскими архитекторами Сергеем Тропаревским и Константином Борисоглебским. Непосредственно же постройкой здания занимались верненский архитектор Поль Бурде и инженер Андрей Зинков. В конце 20-х годов прошлого столетия на волне борьбы с религиозностью многие культовые сооружения стали использоваться как музеи, кинотеатры и клубы. Здание собора реконструировали под руководством Зинкова. В главном зале соорудили второй дополнительный этаж, а иконостас спрятали в деревянную коробку, спасшую его впоследствии от полного разрушения. В свое время иконостас в Свято-Вознесенском кафедральном соборе нарисовал Николай Гаврилович Хлудов. И там было обнаружено большое количество его рисунков. И на данный момент сейчас наш музей, центральный государственный музей, располагает данные коллекции. Часть коллекции музея Косеева, часть хранится в Бишкеке, столице Кыргызстана и Москве. В 30-е годы фонд музея постоянно пополнялся экспонатами, которые доставлялись из разных уголков республики после археологических и этнографических экспедиций. Он стал ведущим культурно-просветительским и научным учреждениям, одним из самых посещаемых мест Алматы. Если в первые месяцы 31-го года его посетило свыше 30 тысяч человек, то в 40-е годы это число уже утроилось. В 44-м году музей был отнесен к первой категории и получил свое современное название – Центральный государственный музей Казахстаном. В 1986 году Центральный государственный музей получает новое современное здание. Оно было построено по проекту архитекторов Мустафиной, Ратушного и Рзагалиева. В облике здания сохранены центрально-азиатские традиции, но с использованием постмодернистской стилизации. Просторный главный зал накрыт куполом высотой 39 метров, который доминирует над сооружением. Изнутри его поддерживает система металлических арок. Декор поверхности купола также вдохновлен восточными мотивами. Здание музея по праву считается одним из лучших архитектурных сооружений Центральной Азии. Общая площадь музея более 20 тысяч квадратных метров. Выставки и экспозиции занимают почти треть этого пространства. Всего в музее насчитывается свыше 300 тысяч единиц хранения. Уникальные экспонаты размещены в хранилищах и семи открытых залах. Мы с вами находимся в первом зале Центрального государственного музея Республики Казахстан. Здесь можно познакомиться с древнейшей историей Казахстана, начиная с самого древнего периода эпохи камня и до Средневековья. Экспозиция построена в хронологическом порядке. Здесь можно увидеть уникальные артефакты эпохи камня. Можно познакомиться с коллекцией одного из ранних поселений. Это поселение Батай. Уникальная экспозиция эпохи бронзы. В это время люди уже научились обрабатывать и плавить металлы, создавать орудия труда, которые говорили о высоком мастерстве древних медиплавильщиков. Здесь же находятся артефакты, свидетельствующие о ранних государственных образованиях намадов Великой степи. Это образование государства саков, кангюев, усуней, гунов. Особенно можно увидеть предметы раннего железного века, увидеть погребальную усыпальницу, бешатыр, предметы вооружения саков. Научные сотрудники музея участвуют в археологических раскопках в составе экспедиции под руководством Александра Подушкина. Сенсационными стали находки археологов на могильнике Актирек, а также на поселении городища Культобе Арысской культуры. Были обнаружены глиняные таблицы эпохи государства Кангюи. В настоящее время уже найдено более 20 таких таблиц. И нужно сказать, что в прошлом году и в этом году ученому очень хорошо повезло, потому что были найдены целые таблицы. Большей части раньше находились фрагментами, а сейчас целыми. Благодаря тому, что были найдены целые таблицы, там сохранился полноценный текст, который читает один из ведущих мировых лингвистов Николас Симс-Вильямс, английский ученый, который перевел эти таблицы. И там, значит, в этих таблицах рассказывается о жизнедеятельности вот этого государства Кангюи. Уникальным является проект по реконструкции старинного костюма из шелка, найденного научной экспедиции под руководством археологов Кемаля и Алишера Акишевых в 1982 году. Сотрудники музея произвели геопатетическую реконструкцию уникального костюма эпохи Великого шелкового пути. Мы также сотрудничали и с китайским музеем, и российскими музеями. И вот по мнению ученых, что аналогичные ткани нигде не встречаются. То есть они уникальны и по качеству, и по технике изготовления, и по вышивке уникальной. Сами одежды представляют из себя кафтан или верхнюю одежду в монгольском стиле, из золотистой ткани с вышивкой, золотыми и серебряными нитями. И также одежда из красной ткани. Большой интерес у посетителей музея вызывает открытый фонд. Уникальный зал, где собраны ценные коллекции кладов из золота и драгоценных камней. Например, каргалинский клад, представляющий собой редкие образцы усуньского искусства и скифского звериного стиля. В него входит каргалинская диадема, состоящая из двух частей. Это ажурная пластина, инкрустированная бирюзой, сердоликом и кораллом. Там можно увидеть изображение реалистических и мифических животных. В центре композиции можно увидеть изображение дракона крылатого. На этом драконе сидит человек. Некоторые ученые считают, что диадема относится к греко-бактрийской культуре, другие – к иранской. Третьи видят в ней влияние даотских верований. Не меньшие научные споры вызывают и артефакты жалаулинского клада. В него входят более 600 предметов. Особо ценной является пектораль – нагрудное украшение из золотой пластины, инкрустированное зернью и мельчайшими изображениями архаров. Это очень тонкая работа для современных художников, реставраторов. Например, Грин Молтенбеков сказал, что это настолько уникально, что ему даже очень сложно повторить то, что когда-то сделали вот эти сакские мастера, ювелиры. Антропологическая коллекция музея насчитывает 890 единиц хранения. Реконструкции облика людей, живших на территории Великой степи в далекие эпохи, в основном были выполнены в знаменитой мастерской антрополога Михаила Герасимова в Москве. Большую роль в создании антропологической школы Казахстана сыграл академик Урозак Исмагулов, который многие годы проработал в Центральном государственном музее. На территории республики им были изучены костные останки людей, начиная с эпохи неолита, бронзового века и до наших дней. Это промежуток истории длиною в 7,5 тысяч лет. Благодаря этим исследованиям мы знаем, как выглядели далекие предки казахского народа, жившие в Андроновские и Бегазы-Дандыбаевские периоды. Эти люди имели европеоидные черты, которые до сих пор сохранились у одной трети представителей казахского народа. На древних жителей территории Казахстана оказало влияние общение с соседями и миграционные волны, которые проходили по Великой степи. Однако преемственность населения с древнейших эпох до современности сохранилась. В экспозиции музея можно увидеть, как выглядел предводитель саков, найденный в Восточном Казахстане археологической экспедицией под руководством Зейнулы Самашева, а также какими были казахский хан Абылай или Кеки Батыр, один из легендарных участников Национально-освободительного движения 1916 года, который был жестоко убит большевиками в 1923 году. Это убийство было вообще кошмарное. Отрубили руки, ноги и череп повесили на палку. Где-то год он стоял в парковке. Потом в Букини сдал музей Оренбург, с Оренбурга сдали Петербург. В 1916 году наш директ, он устанавливал, придет сюда. Мы здесь делали первичные лабораторные анализы, обработки. Он отвез череп туда, в Венгрию, в Будапешт, и там венгерские антропологи создали его антрополский тип. Антропологи музея активно сотрудничают с зарубежными учеными. Ведь история древних цивилизаций в разных уголках Земли имела немало общих точек взаимодействия. Мы в свое время сотрудничали с итальянцами. У нас была совместная экспедиция. Это был 1997 год. У них есть профессор Хатини. Мы ездили в Алмашинский область, в Кизинский район, собирали антропоматериалы по всем параметрам. А потом мы, например, до сих пор совместно работаем с археологами в Венгрии. В третьем зале музея размещены материалы раздела «История и этнография народа, проживающего в Казахстане». И экспозиция, посвященная вкладу Казахстана в победу в Великой Отечественной войне. Именно в годы Великой Отечественной войны на территорию Казахстана было отправлено большое количество скота. И за годы войны казахстанцам удалось не только сохранить и восполнить, увеличилось количество поголовья скота. И после войны этот скот был отправлен на те территории, которые были уже освобождены советской армией. В Казахстан были эвакуированы 220 заводов, большие крупные города – это Алма-Ата, Уральск, Петропавловск. Многие другие города стали местом, где были эвакуированы и сразу же поставлены на производство многие предприятия, которые после войны остались функционировать уже в этих же городах. Сотрудниками музея постоянно ведется поисковая работа по сбору новых экспонатов и архивных материалов по военной истории. Фонд пополняется не только за счет закупок. Часто вещи и предметы героев войны дарят сами участники исторических событий или их семьи. Недавно был обновлен мемориальный стенд, посвященный казахстанцам-героям Советского Союза. Среди уникальных экспонатов – личные вещи Бауржана Мамышулы, Рахимжана Кушкарбаева, Касыма Кайсенова, Хиуаз Дуспановой, Аллеи Молдагуловой и других героев войны. У нас есть знаменитая и интересная винтовка, снайперская винтовка, которая принадлежала Тлеугали Абдебекову. Это человек, которого называли «Черной смертью». В годы войны он из этой винтовки и после его гибели уничтожено было около 400 фашистов. В четвертом зале музея размещена экспозиция, которая отражает исторические события современного Казахстана за годы независимости. Например, спортивная форма олимпийцев, форма участников азиады, универсиады. Далее мы говорим о очень хорошем экспонатах, посвященных открытию метро, метрополитена Алматинского. У нас есть отдельная экспозиция, посвященная космонавтике. Там находятся инструменты, форма космонавта Талгата Мусабаева, знамя мира. Основное направление деятельности музея – научно-исследовательское. А за последние 10 лет было выпущено свыше 30 изданий, в их числе научные каталоги по археологии, этнографии, нумизматике, по древней и средневековой истории Казахстана. В 2014 году была завершена работа по изданию пятитомной энциклопедии «Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов» под научным руководством профессора Нурсана Алимбая. Впервые были систематизированы и введены в научный оборот более 10 тысяч новых этнографических категорий и понятий, непосредственно связанных с казахским обществом и его традициями, отражающие связи человека с окружающей природой. Музей располагает большой научной библиотекой, в которой собраны ценные рукописи и книги. Одно из направлений научно-исследовательской деятельности музея – сбор материалов, связанных с историей, культурой и бытом казахского народа, и поиск этих материалов не только в Казахстане, но и за рубежом. Почти 11 лет мы вели исследования в Государственном архиве Санкт-Петербурга. Результаты этой работы перед вами. Собрано огромное количество материала. Что можно здесь найти? Уникальные материалы, связанные с обычаями, традиционным укладом жизни кочевников, с особенностями ведения хозяйства, с культурой казахского общества, с законами степи. Для издания каталогов музей проводит оцифровку экспонатов, сканирование. Это позволяет обеспечить широкий доступ специалистов к документам и коллекциям на цифровых носителях. В 2004 году под эгидой ЮНЕСКО была разработана программа «Музеолог» – электронный каталог, который включил в себя 47 тысяч единиц хранения музейных предметов. Музей стал не только инициатором программного обеспечения «Музеолог», но также стал координатором и направляющим в этой области для всех остальных региональных музеев. Сейчас, благодаря нашему Центральному госмузею, в 25 областных музеях страны программа «Музеолог» уже полностью работает и создаются уже именно электронные каталоги этих же музеев. В 2018 году музей продолжил цифровизацию экспонатов в формате 3D. Электронный киоск позволяет увидеть объемные модели 250 тысяч экспонатов. Он не только сохраняет в данном случае уникальность экспоната, но и также помогает, допустим, рассмотреть любой экспонат с разных углов, уменьшая или увеличивая его в размерах, где очень ясно можно увидеть технику любого экспоната, материалы, из которых он изготовлен. И, конечно же, обязательно дает популяризацию. Надо сказать, что все 3D-модели наших экспонатов обязательно сопровождаются очень такими вот яркими текстами наших экскурсоводов, которые очень подробно могут рассказать и легенду любого экспоната. Экспонаты музея несут в себе информацию об эпохе, событиях и людях, которые их создали. Но время не щадит их. Они стареют, покрываются пылью, поэтому артефакты нуждаются в реставрации. В Центральном государственном музее отдел реставрации существует с 1986 года. Сейчас здесь работают 9 специалистов высшей категории по таким направлениям, как живопись, керамика, графика, коврово-войлочные изделия, одежда, изделия из металла, кожи, дерева и кости. Все реставраторы прошли аттестацию в исторических музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Стамбула. С каждым годом требования к специалистам растут, ведь появляются новые технологии и методы консервации музейных экспонатов. Ежегодно нас всех каждые три года должны отправлять на стажировку. Это обязательная норма, как бы по протоколу очень нужная необходимая мера для повышения квалификации сотрудников. То есть мы обмениваемся, сравниваем, как мы работаем, с чем работаем, изучаем их материал, смотрим, какие у них оснащения мастерских. То есть это очень важно для нас, реставраторов. Каждый экспонат требует особого подхода. Его тщательно изучают, определяют химический состав, структуру, степень сохранности, затем фотографируют и приступают к чистке. После очистки, после реставрации холст начинает оживать, то есть краски светлеют. То есть если она будет в таком состоянии долго храниться, то краски тускнеют. Ущерб большой идет, потому что это же природный материал, холст, волокна. Они реагируют и на свет, и на пыль. И когда проветриваем помещение, тоже газовые, атмосферные тоже моменты бывают. Это как живое. Современный музей – это не только хранилище древностей. Он становится центром коммуникации, культурным пространством, которое объединяет людей разных поколений, профессий и интересов. В Центральном госмузее работает Центр музейной педагогики. Проводятся мастер-классы художников и мастеров декоративного искусства. Фестиваль всей семьей в музей. Организуются творческие зоны, арт-площадки, где можно своими руками творить прекрасное. Есть здесь и увлекательные интерактивные путеводители по залам музея для детей и взрослых. Сегодня такая форма, как квест-игра для детей, это особенно очень интересно, поскольку создается такое живое общение, и дети, получая интерактивный буклет, проходят в экспозиционные залы и на базе экспонатов уже самостоятельно изучают артефакты. По определенному маршруту находят экспонат, заполняют, составляют свои комментарии интерпретации музейного предмета. Ежегодно Центральный госмузей проводит порядка 35 юбилейных выставок, посвященных выдающимся личностям культуры и науки Казахстана. Но самым ожидаемым событием года является «Ночь в музее». В нем участвуют около 10 тысяч человек. Ведь в эту ночь музей приоткрывает тайны своих коллекций. Не раз проводились выставки раритетных экспонатов, очень уникальных, редких, которые выставляются только, экспонируются на ночь в музее. Это фрагмент, например, мумии, кисть мумии, город Фивы II тысячелетия до н.э. Это были экспонаты шкура Туранского тигра или фрагмент Сихоте Алинского метеорита 1947 года. Среди важных приоритетов музея не только популяризация культурного наследия, но и активное расширение музейной аудитории. Музей XXI века должен стать доступной, открытой и комфортной средой для всех. И, конечно же, в рамках благотворительных акций проходят выставки детских работ, детей с ограниченными возможностями, проходят музейные уроки совершенно на бесплатной основе, экскурсии, лекции, мастер-классы. Это все детям очень нравится. Мы вручаем сертификаты, благодарственные письма в рамках этих мероприятий. Центральный государственный музей расширяет свои международные связи. Здесь реализовано свыше 30 проектов, которые познакомили зарубежную аудиторию с культурой и историей Казахстана. А при поддержке дипломатических миссий, аккредитованных в республике, в Алматы было проведено 10 международных выставок. К примеру, была очень интересная выставка совместно с Генеральным консульством Венгрии, венгерские востоковеды. В прошлом году мы реализовали несколько проектов, онлайн-проектов, поскольку мы в период пандемии также развиваем онлайн-направление культурно-образовательной деятельности, онлайн-проекты совместно с Генеральным консульством Китая. Это традиционный китайский праздничный костюм и коллекция фарфоровой китайской посуды. Со дня сложения фондовых коллекций Центрального государственного музея Республики Казахстан прошло уже 190 лет. За это время он пережил немало драматических событий, менялся вместе с эпохами, но сохранил уникальное собрание артефактов, которое является достоянием народа. Сегодня он стремится найти новые формы взаимодействия с обществом, чтобы посетители вновь и вновь приходили в залы мы. Субтитры создавал DimaTorzok